СТРЕМЛЕНИЕ К ПОКОРНОСТИ Сюда относится всякое усердие на пути Аллаха, в том числе и расходование на благие дела. Приведем примеры. Жена пророка, салляллаху алейхи вассалям, Джуэйрия бинтальхарис, да будет доволен ею Аллах, передает, что однажды пророк, салляллаху алейхи вассалям, вышел от нее, когда она обращалась к Аллаху с мольбами на том месте, где обычно совершала молитву. Зайдя к ней около полудня, он спросил, «Ты все еще здесь?» Она ответила «Да». Тогда он сказал ей, «Я научу тебя словам, которые следует произносить трижды. Причист Аллах столько, сколько существует творений. Причист Аллах столько, сколько нужно для того, чтобы он удовольствовался. Причист Аллах столько, сколько весит его трон. Причист Аллах столько, насколько простираются его слова». Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, передает, что однажды пророк, салляллаху алейхи вассалям, увидел в мечети натянутую между двух столбов веревку и спросил, «Что это за веревка?» Люди сказали, «Это веревка Зейнаб, которая держится за нее, когда устает от молитв». Тогда пророк, салляллаху алейхи вассалям, сказал, «Отвяжите эту веревку, и пусть каждый из вас молится, пока будет сохранять бодрость, а если устанет, пусть сядет». Аиша, да будет доволен ею Аллах, передает, что однажды пророк, салляллаху алейхи вассалям, зашел к ней, когда у нее сидела одна женщина из Бану Асад и спросил, «Кто это?» Она ответила, «Такая-то». И она не спит по ночам. И она рассказала о молитве этой женщины. Посланник Аллаха, салляллаху алейхи вассалям, сказал, «Так не пойдет. Из всех дел выбирайте то, что вам по силам. Ибо, клянусь Аллахом, Аллаху не наскучит вознаграждать вас, пока поклонение Ему не наскучит вам». Покорность стала для женщины-мусульманки частью ее самой. И она почувствовала, как свет этой покорности наполняет ее душу. И, стремясь увеличить этот свет, она искала приближение к Аллаху и всячески демонстрировала свою покорность Ему. И даже плакала, если ей не удавалось совершить какой-нибудь из дел, относящихся к проявлениям этой покорности. В одном из хадисов упоминается о том, как Аиша отправилась совершать прощальный хадж вместе с посланником Аллаха, салляллаху алейхи вассалям. Потом посланник Аллаха, салляллаху алейхи вассалям, зашел к Аиши и увидел, что она плачет. Он спросил ее, что с тобой? Она же сказала в ответ, у меня началась менструация, и люди вышли из состояния и храма, а я нет. И я не совершила обход вокруг Каабы. А теперь люди идут совершать хадж. Посланник Аллаха, салляллаху алейхи вассалям, сказал, это предписал Аллах всем дочерям Адама. Соверши полное омовение. Затем объяви о намерении совершить хадж и исполняй обряды хаджа. Очистившись, она совершила обход вокруг Каабы и пробег между холмами Ас-Сафа и Аль-Маруа. После этого посланник Аллаха, салляллаху алейхи вассалям, сказал ей, теперь ты совершила и хадж, и умру. Она сказала, о посланник Аллаха, салляллаху алейхи вассалям, но мне как-то не по себе от того, что я не совершила обход вокруг Каабы для умры. Тогда посланник Аллаха, салляллаху алейхи вассалям, велел, о Абдурахман, отправляйся с ней в Танаим, чтобы она совершила умру. Это было в ночь, когда он остановился в хазбе. И после этого женщина-мусульманка говорит, я желала бы быть всеми забытою. Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, зашел к Аише перед самой ее смертью, когда она уже испытывала предсмертные муки. Она сказала, я боюсь, что он станет хвалить меня. Ей сказали, двоюродный брат посланника Аллаха, салляллаху алейхи вассалям, и один из наиболее уважаемых мусульман. Она сказала, впустите его. Он же спросил, как ты? Она ответила, все хорошо, если только я была богобоязненной. Он сказал, тебя ждет благо с позволения Всевышнего Аллаха. Супруга посланника Аллаха, салляллаху алейхи вассалям. И он не женился на девственнице, кроме тебя, и твое оправдание пришло с небес. Как только он вышел, вошел Ибн Зубейр, и она сказала, Ибн Аббас зашел и похвалил меня, и я пожелала бы быть всеми забытою. Субтитры создавал DimaTorzok